Добрый день! Вот и закончились майские каникулы. Пришло время снова включаться в работу. Самое важное за эту неделю и не только смотрите в нашем выпуске. Найден жив двухлетний ребенок потерялся в лесу. 9 мая по городу прошел бессмертный полк. В Иванове приступили к ремонту дорог. Праздники закончились, началась опрессовка. Платье на выпускной можно получить в подарок. Вечером 10 мая в деревне Рогатина Ивановского района пропал мальчик. Двухлетний Степа катался на самокате и буквально в считанные минуты отец потерял его из вида. В ночь на 11 мая десятки человек искали ребенка в лесу. Местные жители, областной спасотряд, МЧС, полиция, кинологи, добровольцы Лиза Алерт. На памяти последних Степа самый юный потеряшка. Ребенка нашли в третьем часу ночи, целым и невредимым. Удивительная история о мальчике, который родился в рубашке, никого не оставил равнодушным. Ну, конечно, он был перепуган, так как он, я так понимаю, форсировал дважды реку по какому-то, может быть, маленькому роду. Он был сырой, замерз, испугался. Откликнулся он на то, как позвала другая девушка из нашей лесы, которая нашла, заплакал. Она услышала, соответственно, рядом был один из участников Лиза Алерт, сотрудник облспасотряда. Он его сразу схватил. Мы переодели его там в сухой из подручных средств, там свои носки, бандану, очки, чтобы пока эвакуировали из леса, там мало ли, веточка какая-нибудь в глаз не прилетела. Закутали его в термодеяло, он согрелся. Он нас даже уснул посередине. С портретами тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны и ковал победу в тылу. 9 мая участниками акции «Бессмертный полк» стали 27,5 тысяч человек. И это только в столице региона. Всего в Иванской области к полку присоединились 47 тысяч человек. Каждый год участвую. Портрет дедушки в 2009 году. Он, к сожалению, нас покинул, но он мне близок. И, соответственно, в 17 лет, в 43-м году он был призван, воевал. И до 51-го года он находился в рядах Красной Армии, защищая рубежи на Дальнем Востоке, воюя с Японией. То есть вот он так закончил победой полной и еще долго служил. И потом вернулся к нам в гору. В Иванове приступили к ремонту дорог. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году запланирован ремонт 27 объектов. Одним из первых стала улица Третья, лагерная. Здесь заменят изношенное асфальтобетонное покрытие на новое, восстановят тротуар, газон и объекты дорожной инфраструктуры. Также родительский комитет и дирекция 41-й школы обратились с просьбой оборудовать на пересечении Третьей лагерной и Двенадцатой санаторной дополнительный переход для безопасности детей. Также работы уже начались на улицах Кудряшова, Ярославской и Жарова. Остальные участки пока на стадии торгов. Критерий достаточно много. Первое – это сроки проведения ремонтов. Конечно, они больше затрагивали магистральные улицы. Там, где дорожное полотно, в первую очередь должно быть в нормативном состоянии. Дальше рассматривали и карта убитых дорог Народного фронта, и обращение ГИБДД, и обращение жителей. То есть это все рассматривалось в купе. Но самое главное – это востребовательность дороги. Праздники закончились, началась опрессовка. С 13 мая филиал ПАУТЭПлюс приступил к испытаниям магистральных сетей отопления и горячего водоснабжения по контуру ТЭЦ-2. Эти работы продлятся до 17 мая и затронут основную часть жителей областного центра. Однако уже с 18 по 22 мая филиал вновь проведет испытания, но на этот раз уже гидравлические. Точный перечень домов, которые останутся без горячей воды, можно найти на сайте городской администрации. И проводятся эти испытания для того, чтобы выявить на тепловых сетях слабые места, своевременно устранить возможные дефекты. И гидравлические испытания проводятся летом именно для того, чтобы избежать возможных перебоев теплоснабжения в зимнее время года. Платье для выпускного бала. Организаторы благотворительного магазина «Добрая одежда» запустили новую акцию. Они собирают вечерние и нарядные платья для того, чтобы подарить их девочкам из малоимущих семей. И счастливить планируют 100 выпускниц со всего региона. Акция продлится весь май и завершится 10 июня. Потому что малоимущие семьи порой сейчас выживают и даже не хватает денег, иногда даже на еду. Платье выпускное стоит от 5 тысяч. Какое-то, конечно, попроще можно купить и за 2, но это действительно непосильно для бюджета малоимущей и особенно многодетной семьи. Поэтому мы считаем, что это такая вот добрая, красивая акция, чтобы позволить и девушкам из малоимущих семей почувствовать себя красивыми. Это все, о чем мы хотели вам рассказать на этой неделе. Наслаждайтесь теплыми майскими днями. А оставаться в курсе событий помогут наши корреспонденты. Полные версии сюжетов можно посмотреть в наших соцсетях. Увидимся на РТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова